всем привет это снова я сегодня с утра ездила поликлинику сейчас не об этом ездила сдаваться врачам в общем не об этом сейчас заехала в магазин сейчас ксюшеньку отвезла в школу анютка у нас в садике заехала в магазин делюсь своими покупочками что же я купила чек я да утра уже положила и расскажу сейчас будет меня не видно видно мои руки только поэтому первое что я пошуршу немножко это тесто тесто вышло на 65 рублей хочу из него постряпать или пиццу у меня домашние мои просят небольшую пиццу может быть застряпаем сегодня с девчонками анютка может быть будет помогать или ксюша а я захотела почему-то захотела пицца в печи поэтому купили еще вот килограмм сосисок так может они куда-нибудь и гарнир какой-нибудь отварю пригодятся съедим или на завтрак там с омлетиком сосиски в общем получается тесто 65 рублей сосиски 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 401 рубль 6 9 копеек для девчонок купила шарики несколько это не побаловаться шарики насколько помню 88 рублей в чеке долго искать женя заказал купить ему цикорий в последнее время мы увлеклись пьем цикорий меньше кофе пьем я вообще кофе практически не пью цикорий 119 99 молочка молоко я беру талицкой потому что здесь такие сливки сверху у нас есть еще кушинская тагильская молокозавод но говорят туда добавляют формальдегид и поэтому я что-то как-то не беру не завод про талицу ничего не знаю поэтому ее когда беру и там жирок сверху такой и она приятно на вкус молоко мне нравится так талицкое молоко молоко 67 рублей 89 копеек взяла вот такие помидоры называются аликанте выращена в теплице липецк агро не русские аликанте лежали там какие-то то ли турецкие то ли вообще непонятно какие они такого непонятного не красного не желтого не оранжевого цвета я потрогала не вообще какие-то как пластмассовые помидоры я взяла тоже для пиццы если что и вот такая подложечка вышла получается 195 рублей но они по крайней мере хоть красные и похоже на помидоры так дальше что еще взяла взяла так про запас пусть будет томатная паста лентовская я тоже ее беру частенько как бы я не часто пользуюсь томатной пастой но иногда бывает лентовская паста томатная паста получается 39.99 ну 40 рублей грубо говоря сейчас вот идет по акции вот такой сыр башкирский белебеевский медовый какой-то не знаю не пробовали ни разу получается 200 на 258 рублей кусочек он у меня пойдет на пиццу Женя тоже заказывал мне говорит купи заедь в магазин мы тут обычно берем у нас магазин фазан есть хороший магазин там всегда свежая колбаска свежие сыры все это мне туда было неохота заезжать тем более смотрю акции хотя по акции в ленте я стараюсь сыр вообще не брать потому что частенько вот эти вот места у сыра до боковые вот эти вот я присматриваюсь они уже начинают белеть очень часто я ошибалась и с акциями был сыр дешевле но сегодня опять рискнул опять же этот сыр у меня пойдет в переработку на пиццу так что ничего страшного а если он еще и нормальный на вкус бутербродики на завтрак также что была акция на чай гринфилд вот обычный черный чай тоже 190 с чем-то рублей чай 199 99 вообще чай подорожал не знаю летом будем наверное собирать какие-нибудь смородинку травки иван чай и будем переходить уже свойский чай 4 яблочко взяла но здесь там получается была акция сейчас скажу на 6121 4 яблока фрукты много стараемся не брать у нас там еще осталось пару яблок поэтому все равно ездим часто и не за там через два дня через через день бывает бывает и каждый день бывает раз в неделю поэтому в общем так взяла 4 яблочко и также 4 бананчиков по многу я говорю не беру у нас вы бывает возьмем мало бананов тут же все съели хочется еще а бывает возьмем побольше они у нас лежат и лежат лежат и лежат поэтому я лучше заведу и куплю лишний раз на 48 рублей 4 бананчика ну и ксюшке взяла вот такие носочки носочки по-моему по 50 рублей извечная проблема моего ребенка с наскание не знаю на их то ли ест то ли катается по дому как на лыжах но эта проблема вот взяла и такие обычно черные она мне любит чтобы носочки были короткие такие вот как спортивные пару носочка взяла до помню по 50 рублей по 40 по 40 чем-то они вот так что вот такие вот две пары носочка еще что я делаю еще я заехала на почту заказывали мы посылочку я уже примерно знаю что там но очень догадалась еще кстати до этого у нас в блогах было даже я заезжаю на почту забираю посылочки ну никак у нас опять не доходит руки заснять все это дело лежат посылочки уже мы ими активно пользуемся да уже распаковали и обязательно найдем время не знаю может быть даже сегодня прямо вот мужа возьму за рога потому что основная часть посылок приходила все ему и в общем снимем ролик и вам покажем сейчас я чтобы не затягивать долгий ящик прямо при вас это дело распакую и покажу что же мы заказали посылочка долгожданная посылочка для немиры очень очень долго мы ее ждали ну как долго месяц но это очень долгожданная очень желанная посылочка тоже потом отдельно сниму ролик как вот эта штуковина будет в действие но сейчас только распаковку покажу это вот такой вот фурминатор ну как бы это не фурминатор это расческа для собак фурминатор это название фирмы да здесь и название фурминатор вот слушайте а как распаковать я вот такие штуки так не люблю в общем это такая чесалка для собаки очень хорошая потому что мы пользовались обычная вот это знаете пухотерка да это жуть это как долго вообще собаку вычесывать я уже брала простую расческу дергала и там эти волосы даже брала знаете такой у меня был маленький гребешок не знаю откуда он у меня взялся в общем в шее вычесывать и вот таким вот маленьким гребешком когда она нас активно линяла вот мне приходилось ее вычесывать чтобы хоть как-то ее по-нормальному вычислить так люблю дербанить всякие посылочки покупочки затыкайте уши вот такая вот чесалка для собаки удобная ручечка мягонькая не знаю может быть отдельно на нее снят ролик здесь еще вот так вот поближе покажу кнопочка видите нажимается то есть шерсть и вот так вот она убирает шерсть ну я потом все равно отдельно сниму ролик как будет буду чесать не мирку у него пятом кстати пока полезли в общем на это отдельно сниму ролик вот такая вот я довольна сейчас что девчонок отвезла время уже три часа я завтракала еще только всем сейчас покушаю пообедаю все уберу положу тесто вечерком будем стряпать с девчонками пиццу а сейчас я покушаю уберу все это в холодильник ну и займусь какими-то домашними делами всем привет 3 сидит бедная родственница приехали мы из школы и увидели вот такую вот картину еще какой-то дядька стоят вот так вот что говорит как я сейчас должна пройти в комнату я буду делать это нам привезли душевую кабинку вчера заказали оплатили сегодня привезли она большая не надо это бабушка получается женина мама свекровь моя приобрела это вот как раз ее дом в котором мы живем она сделала предложение давайте поставим кабину ну а мы не отказались вот она как бы оплатила кабину покупали не мы анюта она уже скоро завиделась кто там вчера под покрывалом валялся в уголочке на подушечке а полдел вот пришли а не после садика сразу же завалилась и ксюша такая валяется папа еще у нас как раз мы заходили здесь мужчина был который привез нам доставку кабинку папа объясняй что происходит что происходит пришли тут какой-то мужик ксюша попасть в комнату к себе не может мужик ксюша доставщик вот еще породка какая-то чё с алиэкспресса заказал кабинку так что вот смотрите распаковка там уже все рассказали чё типа в сервовске делают екатеринбург только шурупики из китая нам еще чуть-чуть ну посмотрим по эксплуатации и сейчас главное корыта на собрать герметики вот она куда-то и сейчас все равно пока приспырета прямо стыд что поставили тут на коврик прямо я прям так занесу что они уже постоянно все нормально ну вот мы уже переоделись пришли после школы я ксюшке буду вручать то что ей принадлежит оп лови носоки а это ты рада у ксюшке вечный дефицит а они вот такой вот еще сюрприз на тебе доставай что это что это что это лак что за розовый будем будем твои ногти красить корот который ты сгрызла да чтоб ты их не грызла больше так красиво дай-ка я покажу это вот такой нити лак купила сфокусируется нить говорить не буду чтобы не спровоцировать вот я думаю что вы поймете что это за лак привычка грезь ногти в общем попробуем не знаю я себе намазала жуть конечно горечь противнючая анима намажем да красиво лаконя почему что больно больно я же села он ксюша красила таки вижу не блестяще мама накрасила обычный лак я же красила один ноготочек девчонки будут кушать нам надо успеть с вами постряпать пиццу а то у меня уже тесто будет вылазить кстати еще ксюша вот я мамаша такая все по-быстрому не распечатать надо а ксюша пришла со школы и заметила тут еще говорит какая-то мама штука вот такая в наборе еще и видимо заглушка была или что я не знаю для для этого для лезвия чтобы не царапалась видимо или как нельзя для чего-то штучка нужна не совсем разобралась еще в общем какой-то вот такой ерунду она да вот видимо вот так и не закрывается видите даже чехольчик тут есть ну все пошла кормить ксению будем делать уроки успевать или пиццу делать сначала или уроки сейчас порешаем ксюшка голодная со школы пришла да а я хочу поскорее мороженое съесть мороженое захотела я никогда не ела мороженое коричневого не было ну все давайте кушать пойдем что елку никогда не будем убирать анютка давай сажай сажай папа спрашивает когда елку то убирать будем ксюша говорит никогда анютка чем у меня занимается садит лучок садит лучок он хозяюшка да зелененький будем кушать потом вот так плотненько плотненько до половинки дугой а то корешки потом вытолкнут и он вылезет поглубже надо так вот ага следующий бери пока сюда маленький посадим сюда вот побольше да наверно и уроки доделывает а мы с анютой занимаемся лучком да мы тоже занимаемся так ты вот один к одному сиди там у тебя почему вот а не на грядка будет зимние да 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 еще один вот поближе к стеночке у нас лучок миленький да маленький миленький а не будет поливать да нагулялись щечки розовые давай выскакиваешь мы скачем а земелька видишь она была сухая присухая я ее пролила надо еще будет сейчас посадим еще чуть-чуть польем вот этот вот порой она средний ой как она старается ты еще выскакиваешь и выскакиваешь ну это золоча золотенький ой трясете все ой 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 мы про этот забыли а вот это волшебная крючка ой но этот мы не будем сажать с него точно ничего не будет пусть он там лежит да и вот такой орех посадим орехи все одна грядка у нас уже готова хотя и не надо так не надо уже тут не войдет все молодец первая грядка сейчас вторую грядку сажай давай вот так вот так как тебе удобно как тебе удобно вот так удобно так и сажай как удобно так и сажай вот такой какой толстячок толстячок гребечок боровичок толстячок вот это тоже длинная колбаса растянулась как сосиска давай ой да ты какая сильная у меня вот еще маленькие пооставались 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 ооо какой ооо вот еще вот такая длинная тупа а я ножничками подстреку потом так и вот тут подстричь надо хе это как будто смотрят кто тут туда так ты опять куда его вот смотри вот сюда его надо да да сюда точно никто не сойдет угу не сойдет так сразу два взяла давай сажай сади вот вот этот между этим между вот этим оооо какая у нас грядка получилась ну все теперь польем и будем ждать когда у нас вырастет зеленый лучок да Нита ну все хорошо поливать будем да 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 поливай давай из бутылочки только аккуратно потихонечку угу угу так и земель налила в бутылочку потому что леечка у меня там шлангочка надавливай маленько вот так на бутылочку вот и поливай на лейке у меня шлангочка одета да специально чтобы для рассады а а так ты крышку льешь крышку то разверни вот так вверх вот и поливай с бутылочки вот вот моя девочка хозяюшка старается да угу потом все Ане спасибо скажут да угу папа Ксюша вы потом Ане скажете спасибо конечно скажем зелененький лучок когда будем кушать мы вспомним про Аню про садовода про нашего Аня наша Аня агроном летом то давай весной досадить грядки то маме будешь помогать она мне и так помогала лук она мне много помогала Ксюшка то вот что то это самое немножко все отодвигаем да Ксюня то что то охлыстила все с девчонками носилась ну там много очков много делала Аня мне много помогала а молодец у меня там там немножко помогала да ау че брызгайся ау и рассаду она мне помогала садить семечки с это в земельку в стаканчики вкладывала да угу все потом на окошко поставим и пусть растет на солнышке ничего не говори Ксюша горячо мне говори давай стряпай пиццу нарезала Ксюша вон эти колбасу ай выкладывай колбасу что то мы решили этим майонезом с соусами всякими не мазать а прямо вот так вот то она будет жидкая течь мы лучше если что сверху мы сыра побольше сделаем да я люблю сыр вот эти вот краешки говорю вот прям туда видишь оно собирается пока начинки нет тесто Анка у нас отказалась готовить пиццу лежит вон нагленькая с планшетом в майке и в колготках да один раз слабухи у Анюты сегодня уроки делать не надо маленько поиграешь ползет пицца вон давай ее заплющивай туда вот сюда колбаски сейчас батарейка сядет давай быстро за 2 секунды хватит их приплющивать здесь вон лысо смотри колбасы нет у тебя это соленый огурчик даже не соленый а маринованный он такой кисленький поэтому тоже немного вот она как помогает да Ксюша у нас хозяюшка да наверно наверно и я да они уж очень хозяюшка ели тебя заставили даже к нам появиться сюда папа идет 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 смотреть пиццу папа нам тоже помогал он сосиски почистил я то сосиски хочу все еди хватит есть наши ингредиенты они хотят пиццу домашнюю пусть небольшую что это небольшую делай небольшую да хватит нам все огурчики еще тут тут так много Ань ну если ты хочешь возьми там огурчики я все съела уже сейчас пиццу приготовим и поешь в пицце огурчики так сейчас наверное и так уже полбанки оливок спитомили вот этого чего нет оливки мы будем сверху давай укладывай теперь помидорки у тебя опять пицца уползла в середину вся ой лепись сейчас мы помидорами все залепим вот сделаем много помидорок да ну Ксюш не надо кидать надо аккуратно укладывать что ты собакам готовишь еду то что ли вот так смотри вот здесь вот тоже смотри аккуратненько прямо чтобы плотно-плотно лежали помидорки да ты их не в разброске да как пазлы знаешь собирают одна к одной да конечно вообще знаешь как смотри здесь ровный срез и вот так вот краю видишь как вот у тебя и получится пазл ровный такой пазл вот время уже много 9 часов надо спать ложиться мы пиццу задумались с тряпой да пока нагулялись с нимирой пока все подготовили порезали сушенька еще уроки в это время делала сидела успевала села у нас батарейка на камере подключили решили еще сверху мизиком немножечко помазать маш давай застрял как эти люди называются которые пиццу это делают пицца делают пицца делают шеф-повары шеф-повара пицца делу больше подходит не выдержала я помогла Ксюше размазать майонез давай сейчас половину этих оливок выкладывай только не в кучу разы это самое распределяй все и теперь сверху давай сыр а что огурцы тут у тебя еще остались их тоже давай они там где-то под оливками спрятали вот эти огурцы тоже высыпи сюда еще помидорки у нас остались немножко да все теперь сыром посыпай давай уже прямо тарелку ближе двигай чтобы не насыпать на стол и везде 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 прямо распределяй много будет сыра у нас да да я люблю сыр забыли ли мы еще давай оливки так оп оп красоту делай так так сюда можно было конечно и побольше нарезать но я не успела потому что кое-кто из банки вытаскал все оливки ой ой кто же это был напишите в комментариях кто это был да кто это мог быть это я а ты че призналась то в общем вот так вот у нас и получилось что начали резать на печку и какой то у нас тут маленький саранчонок а вот еще но у меня кто маленький саранчонок саранчонок ты чем там занимаешься пошел за ключом я начинаю эту кабинку там чуть-чуть собирать пап смотри ну мы пока вам не покажем все пошла ставить пиццу в духовку не знаю показывала или нет вот бабушка нам подарила синтезатор Женина мама и душевую кабину я же Моцарт я буду наяливать тут Мурку играть буду в новый год что-то Ксюша пять минут поиграла потыкала кнопочки и все и так мы убрали Женя тут начал чего-то собирать каркас на герметик сейчас еще поискать слазить в подполье а зачем сейчас герметить ты собрался что-то можно намазать сразу же при саморезе все посадить на шпильки подтянуть чтоб уже все засыхало и пока это надо чтоб в комнате все померить где что там на каркас на крестовину поставить под дом все затянуть вот как-то так вот как-то так ну ладно занимайся а я там накрутила сосиски сосиски когда жрать то пойдем сейчас уже пицца почти готова сосиски накрутила будем ужинать сейчас ей и так уже сегодня время затянули уже девять часов десятый надо быстрее 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 Аня тоже при деле у нас да носочки после стирки разбирает где папина где мамина здесь уже кучку наложила кучку наложила разложила в кучке да ну это же пара или не пара нет не пара разные да они по цвету ах да я же пошла сосиски показать я накрутила сосисочек десять штучек пицца уже печется Аня уже пьет чай у нас еще вон какой-то этот бегемотик тут за столом с нами ужина кушает вот это это как зовут то его единорожка твоего радостный единорог радостный радужный или радостный радостный и радостный ну все давайте кушать время уже позднее сегодня такой у нас запоздалый поздний ужин получается Ксюша испекла пиццу да а что мама с Аней здесь пекла что нет мама не пекла мама только в духовку поставила все Ксюша сделала мама тесто раскатала Ксюша молодец Аня тоже помогала да она слопала все оливки ладно всем приятного аппетита и давайте наверное прощаться сейчас мы поужинаем и спать будем всем пока пока всем пока всем пока